Здравствуйте, товарищи! Сегодняшний простой урок будет посвящен экспортированию 3D-моделей из кислорода в 3DX Max и обратно. В качестве подопытной модели выступит Mi8. Разумеется, каждый лот нужно экспортировать в отдельный 3DS-файл, так же, как и каждый лот импортируется из отдельного 3DS-файла. Что важно? Важно, чтобы для конкретного лода все текстуры были назначены правильно. Что это значит? Это значит, что вот в этом окне, Window Resource Library, во вкладке Current Lot, в подвкладке Текстуры, все текстуры должны быть определены правильно. Об этом сигнализирует зеленый параллелограмм возле названия текстуры. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы правильно сохранились все материалы в 3DS-файле. Собственно, для экспорта я делаю следующее. Файл. Экспорт. 3D-стюдио. Здесь я ввожу нужное мне имя 3DS-файла. И выбираю папку, в которой я собираюсь сохранить этот файл. Нажимаю «Сохранить». Открывается вот такое окно. Что нам здесь важно прежде всего? Прежде всего нам важно здесь вот это вот маленькое окошко, MasterScale, в котором я ввожу магические цифры 3.9.3.7. Эти цифры были подобраны мною путем вычислений. И они позволяют сохранить масштаб модели при экспорте-импорте. Далее здесь есть следующие опции. Во-первых, обязательно ставим галочку на опции Create Materials. Это создаст группу материалов, которые будут доступны в 3D-максе. Также «Export Textures». И вот здесь вот можно выбрать, экспортировать текстуры в ту же директорию, где будет 3DS-файл, или в другую директорию. Текстуры автоматически экспортируются в формат TGA. В общем-то это все, что нужно здесь. Здесь вот эта галочка позволит разделить модель как по группам сглаживания, так и по селекшенам. Но делается это не совсем корректно. Проще сделать это уже в самом 3ds-максе. Вот. Я нажимаю ОК. Экспортирование произошло. Теперь я открываю 3ds-макс. Прежде всего здесь нужно сделать следующие настройки. Это новая сцена, только что открытая мною. Я нажимаю Customize, Units Setup. И здесь я выбираю систему метрическое. И в выпадающем списке выбираю метры. Далее я нажимаю Systems Units Setup. И здесь я также выбираю метры. Нажимаю ОК. ОК. Импортирую наш файл. Мы видим, что некоторые вещи здесь не совсем корректны. Например, вот здесь вот, да, явно должна была быть грань отсюда до сюда. Но ее нету. То есть произошло некоторое скворизирование, то есть превращение треугольников в квадраты. Но оно произошло некорректно. Чтобы всю модель сделать с треугольными полигонами, я конвертирую ее в Editable Patch. Придется немножко подождать. Операция достаточно трудоемкая. И затем я конвертирую ее обратно в Editable поле. Видим, что грань, на которой я показывал, которая отсутствовала, создалась. Далее нужно сделать следующее действие. Дело в том, что кислород при экспорте в 3ds файл нещадно режет модель как по группам сглаживания, так и по островам развертки. В чем это выражается? Ну вот, например, мы видим, что вот здесь он порезал. Потом вот тут он порезал модель. То есть это практически вот некорректно он порезал. То есть это отдельный треугольник. Непонятно откуда взявшийся. То есть по факту это просто вот такой косяк. Вот здесь, в общем-то, не должно быть шва. Вот явно видно, что это остров развертки. Прям вот вся эта деталь. Вот. Чтобы этого избежать, нам придется сделать мерч всех точек. Что для этого нужно? Я выделяю все точки способом выделения вертекс. И вот здесь нажимаю на Settings возле кнопки Weld. Открывается вот такое вот окошко. И здесь я задаю минимальное значение. Щелкаю по серому полю, чтобы применилось изменение. И применяю операцию. Теперь каждая деталь выделяется целиком. То есть, например, вот лопасть выделилась полностью. Вот этот наш остров выделяется вместе со всем фюзеляжем. И это очень правильное выделение. Вот. Оно впоследствии позволяет быстро разделить на нужные группы моделей. И правильно работать с остальными предметами. Значит, далее. Все наши материалы, они, в общем-то, сохранились. Если мы возьмем образец материала, мы увидим здесь, что присутствуют вот такие вот материалы. Они, правда, не определились сами файлы. То есть, мы можем перетащить на какой-нибудь из этих материалов один из наших сохраненных в TGA файлов. Вот они все экспортировались. Вот. Чтобы сделать их видимыми, нам придется сделать следующее. Перетащить TGA файл сюда. И сделать его видимым. И вот здесь вот на вкладку Opacity мы также перетаскиваем TGA файл. Вот. То же самое мы проделываем со всеми материалами. Таким образом мы можем одеть модель в текстуры. Так. Далее мы можем отделить части модели, как я уже и говорил. Например, целиком отделить несущий винт. Что мы для этого делаем? Мы для этого выбираем выделение по элементу. И выбираем все элементы, которые нам необходимы. Далее мы делаем команду detach. И назначаем новое имя объекту. Нажимаем ОК. Все. Отдельный элемент у нас выделен в отдельную модель. Ну, в отдельный объект на сцене. Так. Теперь время экспортировать модель обратно в кислород. И чтобы были заметны сразу отличия, можно попробовать, например, удалить дверь. Да, кстати, я думаю, что все умеют пользоваться группами сглаживания, но все же. Привести модель в надлежащий вид можно при помощи модификатора смув. Это поможет быстро его сделать сглаженным по определенному углу между полигонами. По умолчанию 30. Но так я оставлю. А дальше уже вручную можно подправить группы сглаживания. Вот тут видно, что вот этот темно-красный свет внутри красного обрабления, это видно, что отображается обратная сторона другого полигона, который с той стороны. То есть, так называемый Backface Cool. Если я выберу по углу, так вот, и назначу определенную группу сглаживания, то все это дело у нас сгладится и будет более-менее нормально смотреться. Вот. Далее я экспортирую модель в формат 3DS. Задаю имя. Можно задать тоже имя, как и первой модели, но для частоты эксперимента я задам другое имя. Сохраняю. А, да, неправильно. Да, зря я начал. Так, save. Нет, файл. Export. Просто здесь фруктуру поставлю. Здесь ставим галочку, нажимаем ОК. И переходим снова к кислороду. Вот. Я нажимаю файл, импорт, 3D Studio. И выбираю здесь модель. Что мы видим? Во-первых, чтобы сохранились наши вот эти вот названия объектов, которые я давал в 3D Max, нужно выделить обязательно галочками эти объекты. Если их много, то как это делается? Ставится, выделяется первый объект, выделяется последний с зажатым шифтом, и они выделяются все синим. А потом ставится галочка на одно, и она автоматически ставится на всех. Вот. Далее можно разделить часть моделей по разным лодам. Вот. Это делается при помощи команды setLod. То есть я могу задать здесь, например, 4 лод, да, она экспортируется на 4, а здесь она импортируется на 0. Но я хочу, чтобы все модели у меня импортировались на 0 лод сейчас. Следующее важное действие это задать здесь масштаб 1 к 1. Далее мы имеем вот эти два параметра. По умолчанию они выставлены на действующие, то есть будет произведена оптимизация модели. В чем это заключается? Этот параметр объединит точку, две точки, находящиеся под ним и тем же координатом в одну. А этот параметр постарается восстановить первоначальный вид модели так, как она должна была бы выглядеть с четырехугольными полигонами. Ну вот, например, если я удалю здесь вот эти вот грани, то получится четырехугольник. Вот кислород и попытается привести всю модель к таким четырехугольникам. Но, честно говоря, он это делает не совсем и не всегда корректно, поэтому я сейчас поставлю галочку здесь no squares. То есть, чтобы вот по этому параметру оптимизация не проводилась. А по этому параметру оптимизацию я предпочитаю всегда проводить, потому что она хорошо работает с группами сглаживания и вообще все довольно корректно. Но если у вас получится какой-то некорректный результат, можно попробовать импортировать с установленной здесь галочкой. Вот. В общем-то и все, что здесь нужно. Я нажимаю импорт. И здесь отображается окошечко с отсутствующими текстурами. Вот. Часть текстур он нашел. Часть текстур нет. Но, в любом случае, это все можно будет сделать чуть позже. Он даже их, по-моему, сконвертировал. Вот. Нажимаю ОК. И происходит импорт модели. Вот она импортируется на нулевой лод. Как мы видим, при переключении с нулевого лода на первый, габариты модели и масштаб ее идеально сохранен. То есть, она совпадает с той моделью, которая на первом лоде. Также у нас сохранился вот этот вот Selection Mine Rotor. Это тот самый объект, который мы отсоединили в 3ds Max. Это позволяет быстро назначать Selection. То есть, в 3ds Max порой удобнее выделить какую-то часть модели, чем в кислороде. Так. Далее. Займемся текстурами. Чтобы это сделать, опять-таки, нужно окно Resource Library. И здесь мы видим, что определились все необходимые нам элементы. Эти элементы — это определенные выделения тоже на модели, которые соответствуют той или иной текстуре. Чтобы их задать, я выбираю Current Load Textures. И выбираю определенную текстуру из этого списка и нажимаю Select In Object. Или проще Ctrl и Клик. Видимо, не тот Ctrl, что ли. Ну, по крайней мере, было написано... А, вот Ctrl и Double Click. Двойной клик. Далее я нажимаю E и указываю путь к текстуре. Нет, не здесь. Ну, например, вот так вот. Также я могу задать здесь материал. Я нажимаю ОК. И вот определившаяся текстура отображается зеленым параллелограммом. В то время как неопределенные текстуры отображаются желтым вопросительным знаком. Вот, собственно, и все, что нужно для импортирования 3D-модели из 3D-макса в кислород обратно. Если я включу полное отображение, мы увидим, что все группы сглаживания, какими они у нас были в 3D-максе, все они перенеслись сюда в неизменном виде. То есть в том же неправильном косячном виде, как они у нас-то и там были. Вот. Но если в 3D-максе корректно сделано сглаживание, то, соответственно, оно корректно перенесется и в кислород. На этом все. Занимайтесь моддингом для Arma 2 и Arma 3. Удачи!